Новая игра. Будем играть на Normal. Никогда не играю на Easy, это с детства такая привычка. Так, пусть будет Street Kit, я тоже немножко разобрался. Играть будем за мужика. Хотя у меня была версия. На самом деле я в играх от первого лица играю за мужика, в играх от второго лица играю за женщин, когда такой выбор предоставляется, потому что смотреть непрерывно на мужика на экране становится скучно и неприятно, а когда женский персонаж из 103-го лица, тогда как бы вроде как веселее. Но здесь от первого лица, поэтому играем за мужика. Жак, здесь можно как-то... Вот... Декрис мувмент, ага. Давайте, бадди, окей, кул, наберем потом. Выглядит всрато, честно говоря, но тоже, вообще я думал, во все игрушки давно встроен рандомайзер, который позволяет как-то внешность рандоминизировать, чтобы не тратить время в эфире вот на это и вообще не тратить время на принятие решений по таким вопросам. Я понимаю, для кого-то это, наверное, очень серьезный вопрос, как выглядит ваш персонаж, но вот я только прическу смог повторить свою, но она выглядит достаточно безумно похоже на меня. Интересно, когда Борис Джонсон... Борис Джонсон же тоже наверняка играет в компьютерные игры, так изредка, изредка, пару раз в год, может быть, один раз в год. Как он там себе персонажа выбирает? Он же такой нетипичной внешности прямо, скажем, а вот Дональд Трамп, я уверен, что в компьютерные игры не играет. Так, ну начинается. Я поиграл первые 10 минут перед началом, убедился, что все нормально работает. Все вроде бы нормально работает. Ой, какой он волосатый. «Починить сломанный нос». Да. Рейтрейтинг. Круто. Вообще, я, конечно, удивлен, как хорошо тянет 20.80. Киберпанк. Потому что наслушан был, что это работает очень плохо. Картинка симпатичная. Так, как здесь скипать диалоги? Ага. С. Спирит аут. Вообще, игрушка не самозахватывающая для, по-моему, стримов. На нее очень интересно смотреть. Но там так много текста и так много вообще какого-то сюжета, что-то больше похоже на фильм. И моя претензия вообще к компьютерным играм, что я в них всю жизнь играю как раз ради сюжета, а не ради какого-то геймплея. Продолжаем. А не ради геймплея. И сюжет там тебе скармливается просто по ложечке, по ложечке. А основное время ты его тратишь на то, чтобы дойти от одного заскриптованного места до другого заскриптованного места. Вот сейчас я буду разговаривать с Кирком. И он мне предложит, это я знаю по ревью, какую-то гнилую работу. Я не знаю, можно ли от нее отказаться или нет. А справа подсядет такой жирный, угрожающий чувак. Со мной такая история, кстати, была. Очень похожая. Когда я жил за границей, приезжал в Петербург, прилетал из Франции. Это много лет назад, уже было больше 10 лет назад. Времена были совсем другие. Вот все дела. Времена были совсем другие. И я сел в такси в питерском аэропорту Пулково еще до реконструкции. Он даже после реконструкции, в общем, вы сами знаете, что из себя представляет. И просто машина выезжает, останавливается где-то посередине дороги на светофоре. И слева и справа, я садился сзади тогда в России, это было не принято. Я, в общем, тогда понял, почему это было не принято в России. Слева и справа подсаживаются, в общем, какие-то чуваки. И сначала пытаются просто посередине дороги. Типа какие-то знакомые водители пытаются меня тут же разболтать. И пытаются развести меня на игру в карты в машине. Да, я сижу в этот момент, прилетел, значит, из Европы в Петербург. И пытаются меня уболтать, поиграть в какую-то примитивную карточную игру. Ну, понятно, разводила. I love you one. И я, естественно, отказываюсь. И, в общем, они когда поняли, что я с ними играть в азартные игры не буду, просто достали нож и начали требовать деньги. И прямо вот вообще это был 2004 год, что ли, даже не 90-е. Даже не 90-е годы были. Сейчас попросят меня своровать машину. Это даже не 90-е годы были, но такая история неприятная. Я потом сфотографировал, успел сфотографировать номера машины, обратился даже в полицию. Но, естественно, их никто не стал искать, потому что чуваки, которые орудуют прямо в аэропорту, а я в аэропорту сел в автомобиль, это, ну, понятно, что они ходят все под... Они все ходят под ментами, потому что в противном случае их бы оттуда погнали. Это прям такая... Причем, когда, значит, все вот это произошло, водитель делает вид, что он в шоке и сделал вид, что у него сломалась машина в середине пути, значит, выбегает такой, вот, значит, все выходим-выходим, у меня там порвался, значит, бэлт, как это по-русски... Ну, в общем, сделал вид, что у него что-то случилось с двигателем, и меня высадили в середине дороги, как бы отняли деньги, это было ужасно, ужасно, да, такой вот опыт давний-давний. И вообще, насколько жизнь изменилась с появлением Uber? С появлением Uber, действительно, вот таксисты там жалуются, что стало труднее работать, что Яндекс там забирает какие-то деньги, но по факту единственная причина, почему люди... Почему люди пересели на Яндекс и Uber настолько плотно, это потому что это абсолютно мафиозная... Ну, была сфера рынка, там постоянно тебя... С тобой торговались, это была жуткая нервотрепка, ты садился в автомобиль, вот кто не помнит, молодое поколение, вообще, что такое было сесть в такси в России до появления Яндекса и Uber, да, ты садился, во-первых, в какую-то прокуренную, разваливающуюся доходящую машину, договаривался, предварительно договаривался о цене, потому что это всегда было торгашество, как на рынке, садился, и еще потом с тобой всю дорогу, каждый второй раз... Всю дорогу, да, каждый второй раз с тобой водитель продолжал торговаться, рассказывал тебе какие-то дикие истории из своей жизни, как ему, значит, тяжело живется, и как потому что ему тяжело живется, ты должен заплатить ему больше денег, чем было оговорено, и просто реальных или нормальных альтернатив не было, ну, то есть были, понятно, альтернативы, там, вызвать официальное такси, но официальное такси нужно было ждать, там, час буквально, потому что куча таксопарков, у них было недостаточное количество автомобилей, красивая картинка, реально. Вот что скажу, это что рейдрейсинг, конечно, выглядит прямо сочно, симпатично выглядит, в общем. Так, двигаемся дальше, что надо делать? А, выход с другой стороны. Так вот, и появление Uber вообще для всех нормальных людей это было просто избавление вот от этого кошмара, и, конечно, никакой симпатии в этом смысле водители у гражданского общества не вызвали, потому что... Ну, потому что реально абсолютно скотское отношение к клиентам, был абсолютно скотский рынок, и Uber это исправило. Во всех странах третьего мира, вот куда было раньше страшно приезжать, страшно выходить из аэропорта, потому что... Так, потому что... Ну, всегда вот эта опасность с таксистами была, это весь, все постсоветское пространство, это всякие там страны Южной Америки, а арабские страны с появлением Uber туда приезжать стало гораздо проще, потому что... Красиво, симпатичненько, ничего не могу сказать. Вот в VR бы на это посмотреть, и в VR бы я на это посмотрел. Почему... Ну, я понимаю, как бы, что для VR нужно переделывать игру, но... Оно бы того стоило, мне кажется, потому что вот с экрана играть это не то. Вот на это бы все посмотреть вообще... Вот я хотел... Меня уговаривали сделать стрим в VR, но это, конечно, слишком утомительно все устанавливать, слишком сложно... Ну, микрофон там прицепить, чтобы меня было нормально слышно, чтобы это был микрофон, не наушников и так далее. Так, get on the core. Get in the core. А это, ну, реально, ну, это скриптованная игра. То есть я думаю, что потом станет получше, но пока это больше похоже по отзывам на какой-нибудь Детройт, нежели на Витчера, потому что если Витчер был похож на Skyrim, то там уже должны были прекратиться эти вот скриптованные какие-то фрагменты. Так, я вижу, нас смотрят уже тысячи человек, тысячи человек смотрят, как я играю в первую свою компьютерную игру в этом году. Getting by. Ждем расследования независимых, в кавычках, журналистов о том, сколько компьютерных игр я прошел, что я так хорошо ориентируюсь в киберпанке. Я на самом деле просто жму желтые надписи и смотрю, что произойдет. Вообще, моя главная претензия ко всем футуристичным играм, и к киберпанку в том числе, что вместо того, чтобы представлять какое-то фантастическое будущее в духе, как это делал, например, Станислав Лем в своей книге «Сумма технологий», где он пытался представить, как технологии изменят нашу жизнь, то это, конечно, не научная фантастика и даже не киберпанка. Я бы сказал, что это больше научная фэнтези, потому что что здесь происходит, мы представляем будущее и технологии, как если бы они совершили не качественный скачок, а просто количественный. То есть, понятно, что это все сделано для эстетики, вот у этого мужика какая-то там чип, значит, встроен в голове, но при этом в игре пока не объяснялось, что они делают, я думаю, это будет дальше. Какие-то, значит, ну, ездят автомобили такое, на самом деле, в ретро, больше в ретро стиле, нежели что-то, что можно было бы представить в будущем. Что он хочет? Он хочет разборки какие-то. В общем, я понял. Это GTA в футуристическом сеттинге, потому что пока это похоже на GTA. One more fucking word! То есть, нет попытки представить, как общество будет выглядеть в будущем, как оно будет трансформировано с помощью технологий. Больше такой каргокультный подход к технике и к техническому прогрессу, где все остается как есть, но вот везде, значит, какой-то неон. Понятно, что это эстетика, понятно, что Вектор этому задал бегущий по лезвию бритвы, но что бегущий по лезвию бритвы делал, что не делают его многочисленные подражатели, это что он все-таки пытался представить некоторый иной мир и проблемы, которые будут вызваны техническим прогрессом. Ну, понятно... Ой, вопрос не задал. Это я срежу делал. Заболтался с вами. Видите, ну, говорит-то интереснее, чем играть в компьютерные игры, на самом деле. В отличие от... Да, подражатели, в отличие от Блэйдраннера не пытались представить, как техника изменит человека и наше представление о человеке, да, и на самом деле даже сам Ридли Скотт свой фильм понимал не настолько хорошо. Это видно по его вот этому, во-первых, отношению к финалу. Отношению к финалу, где мы вдруг узнаем, что протагонист это на самом деле репликант. Вот. Выходим из машины, идем еще с кем-то базарить. Пока это больше похоже на... Даже не на RPG, а на Walking Simulator. Я надеюсь, что все это немножко исправится. Я люблю Walking Simulator... Ну, в общем, симуляторы прогулок, то, что называется. Но рассчитывал, что это будет чем-то иным пока что. Да. Вообще, моя главная претензия к играм современным, что они классно... Как вы это сказать, не ругаясь, они классно работают с атмосферой. Да, это и Биошок, это круто, это интересно смотреть, это и Fallout, это и, собственно, киберпанк, но по факту это такой очень надолго растянутый B-movie. Ну, иногда это A-movie, да, но вот в данном случае кажется, что все-таки скорее B-movie. Вот я с удовольствием посмотрел фильм, снятый по вселенной киберпанка, это было бы интересно. Я вообще надеюсь, правильно делаю, что я согласился на эту сделку, просто мне показалось, что меня на рельсы ставят в этой игре и отказаться нельзя. Сейчас окажется, что все, что я говорю, несправедливо, и на самом деле нужно было, значит, сделать то, 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 и вообще избежать попытки красть этот автомобиль. Но я этого не знаю, веду себя как ламер. Было в моей юности такое, значит, слово. Я не знаю, используют его или нет сейчас. Напоминаю, что чтобы я перестал мучиться в эту игру и начал мучиться в какую-то еще, может задонатить какую-нибудь большую сумму денег, и я к вам прислушаюсь. Что-то идет не так? Что? 20 тысяч прилетело. Говорят, прилетело 20 тысяч, а чтобы я играл во что-то еще. Сейчас мы посмотрим, что мне. Включите поиграть Бранте, пожалуйста, Тимур Наумов. Давайте так, я еще минут 10 поиграю точно в Киберпанк, а потом начну играть в Бранте, пока его поставлю скачиваться. Сейчас я... Задонатили. Задонатили. Вы посмотрите на следующую игру. Бранте называется. Бранте. Так, это library, нам нужен store. Окей, сейчас я продолжу играть в Киберпанк. Показка The Life and Suffering в Сэре Бранте. Слушайте, я обсуждал ее со своими патронами, когда... Ой, сейчас еще карточку вводить. Когда выбирал игру, мне показалось, что там тоже какое-то безумное количество текста, но давайте я поиграю в жизнь и страдания Сэра Бранте. Вообще, стрим нужно будет переименовать в жизнь и страдания Михаила Светова, потому что это будет, я чувствую сегодня, такой лейтмотив всего происходящего, потому что реально я себя комфортно, комфортно чувствую только в VR-играх, потому что я понимаю, зачем они существуют, мне, в общем, нравится. Так, вроде приобрел, да? Да, скачивается, возвращаюсь в Киберпанк. Пока могу поотвечать на вопросы. Привет! Если бы на запрет на вылов китов... Если бы не запрет... Так, давайте сильно политические вопросы, я, конечно, на них буду отвечать, но мне тогда будет сложно играть. Если бы не запрет на вылов китов, то, вероятно, они бы вымерли, а разводить в него ли их невозможно? Что думаешь на этот счет? Ну, слушайте, вы повторяете тезис из моей собственной лекции, где я рассказывал, что как раз проблема морской жизни это проблема, которую рынок не очень хорошо решает, не потому что рынок какой-то недостаточный, а потому что рынок решает вопросы собственности, всего, на что можно наложить собственность. На китов действительно собственность наложить очень сложно, они не размножаются в неволе, хотя на самом деле какой-нибудь парк SeaWorld это прекрасно делал, им запретили зеленый, так что, может быть, я даже и не прав. По крайней мере, орка, разновидность кита, не самый орка, the whale, такие черно-белые, которые еще в «Освободить вилле», знаете, снимались, вот они в неволе размножаются, их размножать в неволе запретили, так что, может быть, даже и конкретно эта проблема, она решается в рамках либертарианства, так, надо говорить с полицейским. Блин, симпатичненько, смотрите, как симпатичненько, все отражается, в общем, графон-то, конечно, стал гораздо лучше, а вот стал лучше гейнплей, пока непонятно. Так вот, продолжаю отвечать про китов, они размножаются в неволе, но защитить дикую популяцию рыб, как и дикую популяцию птиц, действительно сложно, потому что на них сложно наложить собственность, из-за того, что там, ну, океаны, международные воды, они никому не принадлежат, рыба, она мигрирует, мигрирует там буквально на сумасшедшее расстояние, и поэтому наложить на нее собственность трудно, хотя с развитием чипирования и с развитием и с искусственным разведением это все может решиться, и в частности, вот про китов, конкретно сегодня я не готов прям супер, супер мотивированно отвечать на сложные вопросы, потому что я отвлекаюсь на текст, мне нужно понимать, что происходит в компьютерной игре, но загуглите, какую слаженную компанию, ой, это какой-то конкурпированный полицейский, похоже, какую компанию развели зеленые против SeaWorld, буквально компании, которая разводила в неволе китов, и это наводит меня сейчас на мысли, да, вот когда я играю, сейчас меня будут дубины бить, я помню, ой, знакомый, даже ракурс знакомый, посмотрите, это наводит меня на мысль, что там на самом деле все не так однозначно, и что вот что незнакомо, это что после такого, такой встречи с ментами ты остаешься на свободе, а тебя не выводят в каталажку, так, вот, значит, не стинт был, стинт это когда полицейские от тебя хватают, так что, отвечая про китов, загуглите эту историю, я думаю, там все не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и наверняка в очередной раз подгадили зеленые, подгадили дикой природе, подгадили выживанию видов, потому что буквально они на этом зарабатывают, они зарабатывают на страдании животных, они зарабатывают на вымирании видов, это вообще одна из самых разрушительных политических сил, наверное, сегодня в мире, потому что они буквально уничтожают нашу окружающую среду, и как все левые, прикрываясь благовидными лозунгами, да, каждый раз, когда мы обсуждаем левых, неважно каких, мы всегда будем сталкиваться с этим, что если они говорят антирасизм, это значит, они продвигают самые людоедские, самые человеконенавистнические расовые квоты, это значит, они будут подписывать расовую ненависть, потому что это то, как работает диалектика, то, как работает марксизм. Если мы говорим о защите окружающей среды, то это обязательно будет уничтожение видов, это обязательно будет, ну, буквально геноцид животных, тоже под лозунгами о том, что вот мы спасаем китов, а каким образом мы спасаем китов, а мы их спасаем таким образом, что запрещаем на них зарабатывать и запрещаем их разводить. Да, вот тигров таким образом в дикой природе уничтожают именно трудами зелёных, из-за этого вымирают слоны, из-за этого выбирают дикие кошки, там большое количество животных. Про китов я не так однозначно готов об этом говорить, но мы продолжаем играть. Да, зелёные, я надеюсь, ко мне какой-нибудь зелёный когда-нибудь придёт на эфир, они очень боятся эфиров со мной, потому что действительно вот те тезисы, которые я транслирую, они их загоняют в один единственный угол, в риторику о том, что вот не нужно волноваться о выживании видов, а нужно знать, чтобы животные меньше страдали. То есть они просто антропоморфируют животных, да, то есть они наделяют их человеческими качествами, человеческими ценностями, и таким образом ждут, что, значит, вы, испытав эмпатию, встанете на их сторону, на сторону истребления диких животных, на сторону истребления видов. Не стоит совершать эту ошибку, потому что эмпатия — это то, на что вообще всегда давят психопаты, это то, чем они манипулируют, для того, чтобы вы начали преследовать, ну, совершать поступки, которые невыгодны вашим целям. Это буквально вот такая методика леваков. Не секретная, но я думаю, все-таки лучше об этом подробнее говорить, когда я смогу 100% своей концентрации посвящать ответу, а не пытаться в этот момент играть в киберпанк и следить за сюжетом. Вот какой-то чувак, значит, с которым меня побили, говорит, что мы теперь друзья-товарищи и будем работать какими-то челноками или курьерами, я не понял. A sense of kind of chemistry, you know? Вообще, когда такой чувак втирается в доверие, это просто... И вот так вот ручка еще делает, вот как этот мужик, да? Это прямо... Это прямо лучший индикатор того, что вам за ним нельзя идти ни в коем случае, но игра, скорее всего, играет по каким-то своим... существует по каким-то своим правилам, поэтому... Поэтому мы за ним пойдем. Ну, графон-то классный. Прям классный графон, действительно. Смотреть интересно. Тяночки. Тоже в Ray Trace симпатичные. Вот это не то 3D, которое имелось в виду в мемах о том, что 2D лучше 3D, но как бы... А это похоже на Блэйдраннеровскую тяночку, которую... которую подсылали к инспектору. Симпатичный графон, действительно. Так, посмотрю, что еще задают. Там еще вопросики какие-то свалились. Давайте. Про китов я ответил. Бранте качается. Или Бранте... Здравствуйте, Михаил. Как быть человеком, который изнасиловал пару женщин в обособленной юрисдикции и захотел вернуться в свою? Отпустить? Что, если жертвы не примут материальное возмещение ущерба? Как наказать, оградить от общества опасного человека, если нет тюрем? Или все-таки тюрьмы будут? Тюрьмы будут, но они будут держать людей, только тех людей, которые соглашаются на себя взять наказание, а не принимают вместо этого. Астракизм, это принципиально. Общество защищается в первичное... Один из самых эффективных способов защиты юрисдикции это астракизм. И с помощью астракизма проще всего защитить свою среду. Я объясняю, почему. Может быть, вам это не очевидно? Вам сейчас кажется, что человек уйдет не наказан. На самом деле произойдет гораздо более ценная вещь. Ведь задача суда, да, не наказать. Задача суда не допустить повторения и защитить общество от типа преступления. И там, где сегодня государство запрещает вам защищаться от определенного вида преступников. Так, какой-то туториал. Ну, давайте скип туториалом. И там, где сегодня государство запрещает вам обосабливаться и защищать свою среду, свой коллектив от преступников, которых вы не хотели бы иметь рядом, например, насильников, там либертарианство и концепция контрактной юридикции вам это позволяет сделать. И, например, если вы считаете, что какое-то преступление несовмесимо с ценностями вашей общины, в принципе, да, вы можете подвергнуть человека астракизму и таким образом навсегда защитить себя от людей, например, способных на изнасилование. А в то время, как общество современного, да, ну вот, скопинский маньяк, почему все так... Господи, боже мой, I have to time to work. Скопинский маньяк у нас сейчас гуляет на свободе, и какой скандал это спровоцировало в... О, Господи, боже мой, он что-то от меня хочет. Что он от меня хочет? Ну, серьезно, вот чем это лучше, объясните мне, вот, чем посмотреть хороший фильм в похожем сеттинге, особенно учитывая, сколько сейчас компьютерные игры стоят, да, они зачастую дороже кино. Но вот почему, почему интересно, на ваш взгляд, идти просто за чуваком по скрипту, да? Это же ложная видимость принятия решений. Вот все, что я сегодня сделал за киберпанком, да, это осредовал сценарию, здесь не было никакой свободы решения, никакой свободы воли, ничего. Вот все, что сейчас происходит последние 20 минут, это сюжет, только за этот сюжет не произошло вообще ничего, да, за 20 минут фильма у тебя уже, ну, как бы, уже и завязка случилась, ты уже и цели какие-то поставлены, ты уже какую-то проблематику видишь, какой-то конфликт в произведении, да, сейчас, но ничего, меня там подставили, побили, теперь я еду в лифте с каким-то чуваком, который набился мне, который набился мне в друзья, да, и я периодически жму по линии диалогов, значит, выбор, который якобы формирует мой характер, да, вот я сейчас я одернул его, а не ее, но, ну, это видимость, это видимость выбора же на самом деле, но кино интереснее, во-первых, потому что ты за полтора часа получаешь полноценную историю, интересную, так, draw weapon, почему мне, ого, хорошо, пистолет, так, хорошо, и сейчас мне дадут пострелять, в чем удовольствие стрелять, wave inside, reload, skip ahead, quick melee attack, ага, все, я понял, хорошо, сейчас будем в кого-то стрелять, to begin quick hacking, наш meetup, блин, ну, какие-то вот, и такие вот пазлы, какие-то дурацкие, сейчас, что мне надо делать, open, remote, activation, ничем не надо нажать, че-то мне хотят, L1, что такое L1, у меня вроде бы, нет такой кнопки, а, вот, F, F, тут еще логотипы, что ли, с консолией сохранились, когда ты делаешь в VR, да, вот в VR, как бы, немножко понятнее, зачем это все происходит, потому что в VR, погружение, иммерсия реально, ну, как бы, настоящее, симпатичненько, ну, в смысле, не конкретно, то, что происходит, а графон, так, что, опять ломать, F, job close, ой, там что-то есть, что-то можно подобрать, как мне это подбирать, не написано, а, hold, тут мне это нужно взять же, так, я не понимаю, что-то мне хотят, как мне это забрать, да, автейк, почему он мне, вот, он мне показывает, почему-то управление, к этой самой, джойстиком, почему он это делает, если я играю на PCK, и у меня нет джойстика, у меня вот, или он, а, а, потому что у меня еще джойстик подключен, я понял, хорошо, ладно, предположим, это я не прав, skip ahead, fast attack, но это неудобно, мне его отключить, что ли, иногда, AD, AD, hold, block, Q, что он от меня хочет, я не понимаю, A, окей, examine human, women's body, F, ну серьезно, ну интересно же кино смотреть, в кино есть сюжет, а в игре надо играть, когда есть какая-то игровая механика, а это все, ну такое, ну такое, сейчас меня захейтят фанаты, я чувствую, что? Салагату? Меня ругает мой режиссер, говорит, что я туплю, ну все, приехали, так, сейчас посмотрю на вопросы, что думаете об идее избирательного ценза, к примеру, о введении удостоверения голосующего, которого приходилось бы, периодически обновлять, приходя тест на знание терминов, уровень интеллекта и так далее, нет же этических проблем с возрастным цензом, так что, это могло бы отсеять огромную часть избирателей, идея любого ценза, интеллектуального, финансового, это всегда чудовищная идея, потому что, во-первых, если вы вводите интеллектуальный ценз, то вы должны понимать, что просто тут же, а чиновники это превратят в ценз классовый, и задача будет заключаться не в том, что там будут какие-то вопросы, которые будут подтверждать, кто умный, а кто нет, в относительности вообще понимания того, что такое ум, и какой ум дает человеку право голосовать. Нет, все это скверная идея, единственный ценз, в кавычках, который я поддерживаю, который, мне кажется, разумный, это ценз на, являешься ли ты налогоплательщиком. Это принципиальный ценз. Почему? Потому что люди, которые работают за деньги налогоплательщиков, то есть являются слугами народа, государственными служащими, они не должны оценивать свою работу, а по факту голосования на избирательном участке, это ровно то, что происходит. Мы таким образом оцениваем работу госслужащих. Вот для того, чтобы госслужащие перестали воспринимать себя господами, начали относиться к себе так, как к тем, кем они являются, то есть к слугам народа, им, конечно, нельзя давать, не то, что давать, право голосовать, а они не должны обладать такой привилегией, потому что они работают за налоги, а не содержат государство. И неважно совершенно здесь, какое количество налогов ты платишь, миллион, миллиард или там один рубль. Если ты платишь, ты уже гражданин. Если ты работаешь за налоги, ты не гражданин, ты обслуга гражданского общества. Вот это единственный ценз, который я способен поддержать и который мне кажется разумным. Так, сейчас я его буду... Ну и что? В общем... Куда? Да, слушай, а что он от нас уходит-то, вместо того, чтобы бороться-то? Я не понимаю. Серьезно, а почему он просто пошел в противоположную сторону? Это те самые баги, про которые говорили, когда обсуждали... Почему? Где он пистолет? Я не знаю, но я сейчас их замочу всех руками. Вот это я просто берсерка. Я его зацепил! А почему они по-русски говорят, кстати? У меня вроде же английский язык включен. Но меня при этом убили, и я считаю... А это прекрасный момент для того, чтобы попробовать Сера Бранте, потому что за него мне задонатили 20 тысяч рублей. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m. А- А- Продолжение следует...